Значит, я пенсию не получал три месяца, как приехал 10 октября. И вот в это, какое оно число-то было, 11 понедельник, я не думал пойти, получать пенсию-то. А вы в это время говорите, дальше время-то вроде не будет, давай поедем. Ну и я согласился, взял собаку, переоделся и поехали туда. И вот, когда уже там я получил деньги, это отдельный разговор, то вы стали тогда снимать с моей карточки. И говорите, что там кто-то, как вы мне сказали, какие деньги были? Я у вас удаляла смс-ки с вашего телефона. Когда деньги к вам на карточку поступают, приходит смс, от кого это деньги пришли. И вот, я смотрю, что большая сумма, 40 400 рублей, и опять Борис Евгеньевич П. И тогда я уже, давай спрашивать, у Володи спросила, еще у кого-то спросила, и потом уже у вас спросила, знаете ли вы такого человека. Но все помотали головой, что нет, не знают. А потом вот вы мне начали рассказывать. Дело в том, что вышел на меня Николай Астахов, он москвич, в каком-то банном переулке там живет, название такое. И он первую нашу встречу припомнил, ну запись же шла, ролик-то. Я сказал, у меня был когда-то знакомый, это еще в годы советской власти, один человек военный. Дело в том, что я вел уроки в разных университетах, в институтах, в школах, и в летном авиационном училище, высшее авиационное училище в городе Барнауле было. Ну я обратился там за помощью, может что-то списанное есть, военная часть все-таки. И там нашелся один человек, я о нем написал, который говорит, вы обратитесь к главнокомандующему. А он был зам вооруженных сил СНГ, генерал-полковник Пьянков Борис Васильевич Евгеньевич. Вот откуда все. И он в это время достал Николая Астахов-то и говорит, два года пролежала ваша записка, просьба, я и забыл. И теперь, ну и давай искать и нашел. И пошел туда, где звонит, там кто-то с ним разговаривает и говорит, что он на даче где-то. Он оказался с 35-го года, на 4 года старше меня. Ну и дальше. Дальше я уже не знаю, дальше как ему, он с ним не разговаривал. Он разговаривал с человеком, который должен был передать его дочери ему на дачу. Меня сразу просто в тупик поставил, как он мог узнать мою карточку, переслать-то. Вот до конца понять не могу. И теперь Борис Евгеньевич П. Пьянков. Да, да. Ну как он мог меня запомнить, когда я его не видел ни разу, а только написал письмо. Все я напишу сейчас как. И вот сегодня я книги решил подарить ему. А как у него там Николай Астахов был, я расскажу. Я пишу ему. Мир вам, дорогой Борис Евгеньевич. Скобка, дядя Боря для наших лагерных детей. Мне пришлось проводить занятия, кроме пяти университетов, тринадцати школ, во всех отделах милиции и воинских частях Алтайского края, еще и в высшем авиационном училище города Барнаула. И я там обратился за материальной помощью для нашего православного лагеря Стана, основанного мной в 1972 году. Без помощи от государства мы существуем и уже в ином формате сорок восемь лет. И майор Мазур Николай Павлович посоветовал обратиться к вам, Борис Евгеньевич. И по вашему указанию нам привезли две больших, два больших полотища палатки, какими на платформах прикрывают танки, очевидно. Когда шел дождь, то мы находились в большом зале из вашей палатки. Детей угощали кукурузными хлопьями и молились за дядю Борю. Так было всегда, как ритуал чистоты и благодарности. И после расформирования училища нам дали много списанных кителей, шинелей, брюк, подушек, тумбочек и разных предметов. И это все было уже следствием вашей доброты. Все эти годы я искал вас, чтобы отблагодарить за вашу добродетельность. Вы настоящий русский патриот с большой буквы. У меня есть пенсия на сегодня со всеми льготами и надбавками, в скобках, как жертве политических репрессий, реабилитирован 4 января 1994 года. 12 тысяч, у меня пенсия, 979 рублей и 11 копеек. За 35-летний стаж по трудовой книжке. Я строительный техникум окончил в 1959 году. Трудился в МВД в строго режимном лагере в село Пришкино Иркутской области, откуда и был призван в советскую армию. Служил в морфлоте и в ракетных войсках. Спаситель мира Иисус Христос полагает на сердца людей, таких как мэр города Барнаула Баварин Владимир Николаевич, директоров заводов, депутатов, оказывать помощь нашему лагерю Стану. За 9 лет мне посчастливилось издать 38 томов книг «Неоценимое сокровище», тираж однотысячных экземпляров. В интернетной версии есть еще 7 томов, из них 4 тома по 800 страниц моей стихии. Мы сами подарили, развезли по всему миру эти книги, возрождающие души людей, в 650 библиотек мира разных стран. В Москве они в библиотеке Ленина, исторической и парламентской. И вы, едва только вам передали о нас, тут же перечисли помощь нам. Это так необычно. Вас могли обмануть. И такое бывает. А вы почему-то даже не допустили такую мысль, вполне объяснимую, а сразу же и переслали мне помощь. Во всех ваших поступках я, как православный проповедник и миссионер, вижу величие ваших поступков, пример для подражания в делах свидательных. Низкий вам поклон. Вы старше меня на 4 года. У меня 10 июня 1930 года, день рождения. Посылаю вам в подарок 5 книг, изданных мною. Одна из них для слова Божия нет уст. Книга автобиографична, из документов. Эти книги видели в библиотеке президента Российской Федерации. Вы можете выйти на меня по скайпу, зарядив два слова Игнатий Лапкин или Игнатий по-латынски 10. Мы лично можем поговорить. Можно заходить ко мне с 4 до 16.00 по московскому времени. Начальник детского лагеря Стана Игнатий Тихонович Лапкин. Дальше телефоны перечисляю. Если кто будет звонить, то первыми словами в телефоне должно сказать, кто звонит, фамилия, имя. Повторить четко и ясно. Иначе ответа не будет. И дальше я... Наши ресурсы. Вот все это какие... Где у нас есть ресурсы. Вот это... Потом на этой странице ресурсы. Вот. И вот это... Последнее заканчивается вот это. Ну и еще Тихин написал, какая моя карточка. Если кто-то что-то надумает. Ну и вот... Я хотел просто сказать. Я его не видел ни разу. Но то, что он делает, и столько тогда при советской власти послать машину, нагрузить ее, он где-то, я даже не знаю, за Новосибирском или где был. Первая встреча не состоялась. И вторая не было. Какой он человек? Ну вот видите, мы его всегда помнили. А тут как-то уже я заказывал, заказывал москвичам, чтобы помогли. Так, как пантера залезла ко мне. Вот. И он вышел. Ну вышел определенно. Теперь надо... Уже сегодня, вчера узнали мы. А сегодня я уже послал этому Николаю Астахову. Ну, пять книг. Отдельно Володе их перемотали. Положили это письмо. И квиточки наши раздаем, которые. И отдельно для Андрея Ткачева. С ним Николай Астахов установил связь и встречался. Видите как. И Володя одной посылкой там, 9 килограмм с половиной что ли, все отправил. Я уже ему отправил. Он сейчас смотрит там, как следить за посылкой. Я вот в этом открытом тексте, это мы сделаем ролик. Просто низко кланяюсь, благодарю Бога. И не знаю, чем ему полезно быть. Я сказал, что если ему нужны будут другие книги, остальные мои, я ему их вышлю. Ну, и я говорю, я тут не сказал, пригласи его. Ничего смотреть-то. Какой он старый-то. Японцы долгше живут. Чтобы летом приехал у нас отдохнуть, порыбачить, по ягодам сходить. Такое время, когда все спеет-то. И мы бы тут с ним переговорили, наговорились. Конечно, он не один с кем-то поехать, то родственники, дочь. Я сказал Николаю, чтобы обязательно пригласил. Ну, и вот теперь, когда книги-то даст, тут будет разговор уже, он поймет, что все это настоящее. Тем более, деньги, которые он прислал, я ни рубля себе никогда не брал. Нигде. Ни рубля. Ни одного рубля. Так что на эту тему разговор не может быть. Ну, вот все, что я сказал, значит, снимай там, что там прислали. И я их отсылаю деньги сразу же, кто больше всего нуждается. Я узнаю, кто и. Еще с тобой не разговаривал на эту тему. Я узнал, что ты в долгах живешь, голубушка. Нет. Нет. А? Нет. Нет, нет. Ты же в ипотеке в какой-то или где? Так вы мне такого зятя послали. Он там уже придумал что-то для меня. Я не знаю, что. Я тут подумал, что деньги получишь сколько, мне только скажи и забери их. И там вырывайся из плена. Ну, как так? Нельзя. Я все деньги гнал, это летом туда барабашу, на комбайн. Мне-то ничего не надо. Ты подумай хорошо и сделай, как я говорю. Ну, хорошее дело. Ну, тогда возьмешь. Я уж не хотел говорить об этом. И ты за дядю Борю будешь молиться тогда. Чтобы они моих рук не касались деньги. Я обычно так, когда с телефона или кто, я не прикасаюсь. За книги, за мельки, там доллары. Кто со мной едет, моих отпечатков на них нету нигде. Кто меня привозит, тому и забирает. Я тебе говорю, ты это имей в виду. Мне только скажешь, сколько было, чтобы я примерно знал, когда спросят. Договорились. Спасибо. Послушай, мне это дороже всего будет. Хорошо поняла? Да. Смотри, спорить не надо. И дядю Борю себе запиши там, где, поминали где-то. Живой ли он или отойдет, мы будем молиться. Я сейчас напишу еще Николаю, чтобы он его пригласил. Я не стал тут уже. Книги нет, когда книги подаст, и он рассмотрит это все, и тогда он больше расположится. Я его не видел даже, как он выглядит, какой рост его, ничего не знаю. И вдруг он посылает деньги, это вообще невиданное. Тут я искал всех, кто РТИ завод, там, ну, директор завода, Хромов, Анатолий Петрович, кажется. И вот он, я его нашел, где он там, закрытый завод, он в другом месте работает. Я ему даю книги, а он никак, деньги мне. Я говорю, я тебе, ты мне столько подарил, там, он такие заказы делал. Лодки три у нас, шланги, с озера качать, где? Там эти вот, которые ходим, резина у нас тут под ногами-то, которая населена-то, это все он дал. Я ему даю, не возьму тогда, пока от меня не возьмете. Какие люди? Я его назвал, патриот тоже. Вот такое. Таких людей в городе много, которые нам помогали. Я их всех нашел, всех. Даже была первая секретарь Компартии, КПРФ. Вот здесь, в центральном районе я живу. Надежда Степановна, знаешь ее фамилия? Ремнева. Нет. Она хорошая женщина. Когда я судился за возврат книг, и она в это дело вмешалась, и надавела прям своей властью. Перестаньте обманывать, вы нарушаете такие, такие пункты, лапки, но рассчитаться надо. Решение суда, это все никого, обман один. Она сильно помогла. И тогда был еще здесь заведующий генерал-лейтенант юридического отдела. И он тоже так же написал. И тогда суд повернулся по-другому. Я выиграл, и вот недвижимость получил. 13 соток и два дома. Хозяин теперь. Видишь, как Бог поднимает. Ну и Баварин, конечно, мэр города. Очень даже. Прокурор края особенно большую роль сыграл. Генерал-лейтенант Пороскун Юрий Федорович. Видишь, как все... А уж дядя Боря, не видели его. Он заочно. И сколько мы получили. И там эти котелки, эти афганки, фуражки там. Еще только не было. И мне все это давали. А почему? Начальник дал указания. Я тут, конечно, знал, преподавал. И ко мне очень хорошо относились. Я вспоминаю, с одного занятия идем. Я с курсантами там. Сколько там человек было? Я не могу сказать сейчас, но несколько сот, наверное. И вот он говорит, сегодня у вас трещи не будет. Тут приезжали артисты с Москвы. Они уже и устали, и обед. Я говорю, ну я такую даль шел. Ну давайте как-то. А курировал вот этот самый мазур-майор. Николай Павлович-то. Ну я говорю, давайте маленько, минут 10-то. Он тогда через 10 минут на обед ни один никто не встает. И вот я больше часто перед ним и выступал, и они никуда. Пока не закончил. И когда пошли, а офицеры там, большое звание, тут и полковники есть даже. И такие веселые. И говорит, ты, говорит, как себя чувствовал? Когда вот он говорил на меня. Мне кажется, я, говорит, никакой академии не кончал, ничего. Я как ребенок, говорит. И тогда зашли, когда они не знают, чем меня угостить. Пиво купили там, рыба, леща какого. Я говорю, в рот не беру. Ну и как же вам, говорит, а сапоги возьмете? А я говорю, а какой размер? 43-й. Я говорю, так я 43-й мой размер. Он за диван полез, достал новые ялова, сапоги у меня лежат. Говоришь, я летное училище, и там меня прилепился. Дядя Боря тоже, видимо, в этом участвовал. Ко мне очень хорошо относились они. Это не один, не день, два, сколько лет вести занятия. И в одном фильме, когда снимали фильм, там они есть, сидят курсанты, я выступаю перед ними. Я говорю, вы такие здоровые, стильные, это герои, если будете верующие. Не верующие, вы будете головорезами. Всё. Одежда такая чёрная, лётная, так они аккуратно выглядели. Вот я сегодня и хотел поговорить, послать это дяде Боре, то есть Борису Евгеньевичу, отблагодарить его. И мы теперь за него будем молиться. Какой рубль даже прислал, пришлёт, он мне не попадёт. Он попадёт тем, которые нуждаются в этом. Вот у меня сейчас два человека. Это Барабаш Игорь Александрович и Елена Гладощук, которые передо мною. Бог положил мне на сердце так, и думай, не вздумай где-то, а то я тебе шалбальщика по лбу дам. Не сопротивляйся, это по делу, поэтому моёго ничего нету. Дядя Боря, то есть на молитве Борис сказать. И вот теперь всё стало, буква П и Борис Евгеньевич, это он. Никого больше не было. Николай-то там передал, что вы, говорит, помните, на Алтае такого-то, передал какому-то там мужчине, а тот сестре, не сестре, а дочери его, а дочь ему. И он, ну не они же посылали. Это найти и сразу такие деньги послать. Только Господь. Это только Господь. Пройдёт время, ну, я кому буду рассказывать, не поверят. Я решил всё рассказать. Потому что ты когда стала мне говорить, а кто такой Борис Евгеньевич? Не знаю. Ах, ты, ещё знать-то, 30 с лишним лет. Не разговаривали, ничего не знаю. Это необыкновенный человек, доброты удивительной. Если всё у меня получится с ними, я спрошу его разрешение и напишу в Министерство обороны, или как сказать, какие у вас были люди, как-то отметьте его. Потому что я слышал, что его как-то обидели. Когда ГКЩП было, и как будто бы что-то на него, как на Язова наезжали. Но я не уверен. Я слышал так. Что он сделал? И когда в Потеряевке стали строить первые дома, я батюшке говорил, давайте отдельно построим храм и дом для тех, которые были в участнике ГКЩП, коммунисты, которые свергли. И тогда есть старые, выброшенные там люди. И мы их здесь будем докармливать, допаивать. И, глядишь, кто-то обратится. Но никого не нашлось и ничего не строено. Но моя забота уже тогда была о потерпевших поражения. Чтобы они, как мать Тереза говорила, дать достойно умереть. Ну вот у меня все. Я когда увидела вот это имя отчества, и вот как что-то тоже, как ёкнуло в сердце-то, думаю, ну как так-то? Я нигде не слышала это словосочетание, Борис Евгеньевич. То есть человек настолько, ну, скромный, и вот так вот раз и отправляют. У меня прям, ну, как говорится, ангелы в душе запели. А вот мы ходим мимо здесь, валер называется, тканями торгует. Валентина Николаевна, она точно так же. Первый раз я обратилась, она меня не знает. Она себе подкрыла деньги. Сколько материи давала. У нас шторы где. Это всё её. И она погибла в машине, племянник, кто-либо, сидел за рулём и прям под поезд. Она в Потеряевку приезжала к нам. Хорошая женщина такая. На неё покушение раза два было. Господь сохранил её. Она как-то там, где-то тут интернаты где-то, она брала несколько детей, не беря. А за всё оплатила за питание, за то, что они там живут и кто ухаживает. Её никто к этому не побуждал. Вот такие люди есть. Благодаря им всё стоит. В мире даже в этом. Но я буду рассказывать и неверующих, у военных где-то. Даже его, если живого не будет, а имя его будет, как маяк какой. Он мне очень помог. Вот и палатки были, когда мы молились. А всё это сохранилось в фильмах-то, которые заняли первое место в России. Ну, у меня всё. Слава Христу. Слава Христу. Всё. Если вы всё записывали, можете на меня скинуть и перестать Вячеславу. Он из этого слепит, что надо. Хорошо. О, смотри, пантера пришла какая у меня. А вот рядом Паля. Паля сидит. Посмотри-ка, какая. О, ха-ха. Хвост-то какой у неё. Лиса. Игнатий Тихонович, я, значит, вспомнила. Ну, у нас на работе проходили психологические тренинги. И там женщина говорит, с каким животным вы себя ассоциируете. Ну, это мирское, конечно, всё. Ну, вот кто-то говорил, лисичка, кто-то белочка. А я так посидела, подумала, думаю, а я пантера. И когда вы сейчас взяли кошку и её назвали пантерой, я себе представила, что я рядом с вами. И вы меня гладите. Вот так вот. Так, ну, возьмите. Ну, вот сегодня уже всё пошло. Володя отнёс, заплатил там тысячу за пересылку-то. И пошло. Теперь, если только установлена будет связь, то это от Бога. Я говорю, поторопись, потому что времена меняются. Мало ли что. Закроют и посылки никуда не пойдут. Так что с сегодняшнего дня включи его в свой реестр молитвы. Об обращении к Богу. Слава Иисусу Христу. Аллилуйя, аминь. Ухожу. С Богом. Слава Иисусу Христу. Слава Иисусу.